Несколько дней назад случайно купил значок, значок 70-х годов, тут написано «Отличник Госбанка». Понимаете, будет время, я обязательно прикручу его все на ласкан. Финансовая корпорация «Открытие» не испытывает каких-либо значительных трудностей в своей деятельности, не продается. Мы имеем планы на привлечение дополнительных средств в свой капитал, потому что считаем, что текущий период тяжелый, кризисный, но действительно дает уникальные возможности для развития. Если пару лет назад мы ставили задачу войти в тройку ведущих инвестиционных банков России, то я думаю, что сейчас эта задача уже давно выполнена, и можно присмотреться к тому, чтобы не попытаться стать первым номером. Для справки, на текущий момент капитал финансовой корпорации по консолидированной отчетности составляет примерно 250 миллионов долларов. То есть мы пытаемся провести доп. эмиссию из расчета где-то там два капитала, ну то есть третий вовнутрь, да, инкэшн. Соответственно, те инвесторы, которые захотят поучаствовать сейчас в нашем капитале, делают это с прицелом на выход с, надеюсь, высокой нормой и рентабельностью где-то через 3-5 лет. Что касается интеграции бизнеса РБР, то, естественно, она будет. Мы совершенно осознанно подбирали банк коммерческий с филиальной сетью для поглощения. Связано это, опять же, с нашей позицией в том, что кризис показал наиболее жизнеспособность структуры, имеющие мощную часть коммерческого банкинга и инвестиционного банкинга. Сказать, в каком состоянии банк, ну, сейчас трудно, это требует все-таки более глубокого изучения. Ну, проблемы, связанные с исполнением обязательств перед клиентами, насколько я понимаю, уже все исполнены. Там не платежи все развязаны, вклады выдаются, платежи проводятся. Так что этой проблемы, по-моему, надеюсь, больше не существует, насколько связаны. На мой взгляд, банк создавался интересной и по-своему талантливой командой менеджеров. Основная проблема, с которой он столкнулся, это разрыв в сроках, соответственно, активов и пассивов, и вызванный этим недостаток текущей ликвидности. Ну, должен сказать, что, наверное, если бы не столь резкий и глубокий финансовый кризис, то у банка было бы все нормально. Мы вкладываем собственные деньги, и мы планируем продолжать их вкладывать. Насколько я помню, на вчера было проинвестировано порядка 6 миллиардов рублей, и, в общем-то, этот процесс продолжается. В чистом виде упрекать менеджерам банка, что они довели его до такого состояния, ну, было бы по меньшей мере несправедливо. Например, у банка практически не было активов в ценных бумагах. С одной стороны, нас привлекло, поскольку как раз с этим у нас все в порядке, мы это хорошо понимаем. С другой стороны, это не позволило банку привлечь краткосрочную ликвидность, например, с помощью этих самых сделок репост с центральным банком или с участниками рынка для того, чтобы расплатиться по текущим обязательствам. В эти выходные у нас будет такой глобальный мозговой штурм по поводу стратегии развития банковского бизнеса, ФК-открытия в целом и, соответственно, РБР как основной его части. По этому банку, я думаю, что там наших, собственно, денег хватит, и мы со всем справимся. Другое дело, что мы не исключаем, что мы будем продолжать деятельность стационирования банковской системы. Такое возможно. Тогда это будут новые проекты и, возможно, новые кредиты. Пока, насколько я знаю, мы единственные, кто так активно этим занялись. Мне кажется, это такой как раз инвестбанковский рынок. И, собственно, от таких компаний, как наша, может последовать помощь во многом, может быть, даже скорее и больше, чем от крупных и даже государственных банков. Спасибо. Спасибо.